Всем привет! Ну что ж, вот и готова моя покровка от фирмы Алиса. Сейчас вы ее видите перед собой, а я хочу вам немного рассказать, как это было, какие у меня здесь были сложности и трудности. Начала я вышивать эту работу в конце февраля 2016 года, то есть в работе она у меня была почти два года. Представляете, это самая долгая на данный момент моя работа. Конечно же, я не вышивала ее в течение всех двух лет. У меня были достаточно большие длительные перерывы. Иногда по несколько месяцев я к ней не прикасалась. Почему, в общем-то? Потому что шла она тяжело, вышивалась трудно, особенно в начале. Так как я начинаю вышивать снизу и с нижнего левого угла, как правило, то здесь мостовая. И дальше я двигалась тоже по низу, то есть к правой стороне. И вышивала в первую очередь мостовую. Здесь, конечно же, это самая сложная часть. Здесь очень много всего намешано. Много намешано цветов. Плюс к тому же здесь вышивается и крестом, и полукрестом. И еще такой нюанс, что полукрест здесь вышивается в непривычную для меня сторону. Я вышиваю крест, ну, наверное, как большинство. То есть нижний стежок я делаю из нижнего левого угла, верхний правый. А верхний стежок, соответственно, из нижнего правого, верхний левый. И полукрест я вышиваю как нижний стежок крестика. Ну, в основном, да. То есть там, где это не оговорено как-то специально, я делаю именно таким образом. Ну, например, как в работах от фирмы Dimensions, да, всем привычных. Здесь же полукрест вышивается в другую сторону, он вышивается как верхний стежок крестика. И поначалу это было для меня непросто. Я достаточно часто ошибалась, особенно когда возвращалась к этой работе после какого-то перерыва. То было сложновато перестроиться. Приходилось, естественно, распускать, перешивать заново. Но, тем не менее, я не хотела в данном случае менять направление полукреста в привычную для себя сторону. Потому что, как мне кажется, именно здесь, особенно в мостовой, это имеет принципиальное значение. Когда мы вышиваем полукрест как нижний стежок крестика, то у нас как бы рельеф немножко уходит вглубь, да. То есть немножко такая как бы, ну, условная ямка, да, получается. И это очень хорошо, когда таким образом вышивается какой-то фон, менее значимые детали, чем основные, да. То есть что-то именно на заднем плане, либо фон. В данном случае, особенно в мостовой, мне кажется, здесь был эффект как раз в другом. То есть наоборот, может быть, даже этот полукрест, тем более, что он вышивался здесь в трините, он создавал эффект некого такого объема. Поэтому я ничего менять не стала. Ну и в небе уже тоже, соответственно, вышивала так, как было нужно по схеме. Потому что там уже я и привыкла, было проще. Ну и когда вышиваешь достаточно большое пространство полукрестом, то там уже не так принципиально в какую сторону. То есть там очевидно в какую сторону он весь вышивается. И уже как-то привыкаешь к этому. Так что мостовая шилась очень непросто. Когда я добралась до каких-то таких более крупных элементов, то есть там, например, лошадки или здания, то думала, что здесь все будет значительно легче. Но это оказалось не совсем так. Например, в тех же лошадках здесь очень много одиночек. Причем встречаются даже одиночные полукрестики. Представляете, да? Одиночный не крестик, а полукрестик. Это достаточно неприятный момент. И при этом встречались мне такие одиночные полукрестики даже в зданиях. Что меня удивило, потому как, мне кажется, там это совершенно ни к чему. Абсолютно было бессмысленно. Хотя я сделала, как нарисовано в схеме. Но, тем не менее, мне кажется, что можно было даже этого и не делать. И, конечно же, еще одна сложность, которая меня поджидала, это бэкстич. Бэкстича здесь не такое уж большое количество. Ну, в масштабах всей работы достаточно скромное количество бэка. Но он здесь просто адский. Как мне написали в комментариях, что бэк у Алисы адский. Вот здесь вот он такой. То есть он как будто специально сделан не по клеточкам. Он очень часто идет в середину, прямо в центр клетки, да, либо в центр края клетки. То есть и такое чувство, что он специально сделан таким образом. Не знаю, возможно, таким образом дизайнеры хотели добиться какого-то определенного эффекта. То есть, например, может быть, чтобы бэкстич не провалился между крестиками, не как бы скрывался между ними. Но не знаю, насколько это оправдано. Скажем, в том же Dimensions, да, бэк идет практически всегда, насколько вот мне встречалось, по клеточкам. И это вполне хорошо смотрится. Никто не скажет, что бэк в Dimensions какой-то неправильный или нелогичный. Там все изумительно. Там его много. Но там ты понимаешь каждый стежок, для чего сделан. Здесь у меня многие стежки вызывали вопросы. Надо ли вообще их делать? Почему их надо делать именно так? Но, тем не менее, дело, дело по схеме, чтобы посмотреть, каков будет результат. Да, мне, конечно, написали, что деревья с бэком смотрятся как настоящие, как живые. Я согласна, что, разумеется, бэк работу преобразил, преображает. Но, как мне кажется, если было бы сдвинуть этот бэк на полклеточки, и он бы шел именно по крестикам, да, по клеточкам, был бы счетным, это бы нисколько не ухудшило деревья. Честно вам говорю, мне кажется, что это не изменило бы результат, не изменило бы восприятие готовой работы в целом. Но, тем не менее, результатом я довольна. Безусловно, работа получилась красивая. Мне очень нравится. Я люблю городские пейзажи. Тем более, он тут такой интересный, старинный. Это разработка по картине Михаила Сатарова, я вам напомню. Так что, мне действительно очень-очень нравится. И мне нравится даже больше, чем на обложке. Сейчас я вам покажу для сравнения таким образом обложку. Обложка, она более желтая. То есть, уходит именно больше в желтый такой цвет. Как мне кажется, здесь к готовой вышивке цвета более приятные глазу. Ну, во всяком случае, вот мне больше нравится цветовая гамма, та, которая получилась в вышивке. И это, безусловно, приятно, это хорошо. Хотя, когда я изначально смотрела на обложку, мне тоже очень-очень нравилось. Но, тем не менее, вот сейчас, сравнивая с готовой работой, все-таки вышивка нравится больше. Что еще могу сказать по материалам? Что меня здесь печалило и расстраивало? Это нитки. Нитки здесь заявлены гамма. Но, вы знаете, я очень много вышивала наборов от фирмы Панна, где нитки тоже гамма. Также вышивала гаммой, которая в моточках, да, продается отдельно. Вот там меня гамма устраивает. Что у фирмы Панна, что та, которая продается в моточках, она какая-то, ну, достаточно приятные нитки. Я ничего плохого о них сказать не могу. А вот гамма, которая в данном случае была, меня очень сильно расстраивала. У меня ниточки бывало и путались, и перетирались, что вообще неприятно. То есть, раньше я как-то не сталкивалась, ну, или почти не сталкивалась с тем, чтобы у меня перетирались нитки. Здесь это было регулярно. Здесь я, повышивав какое-то время, начала разрезать нитку пополам. Ну, в принципе, они достаточно длинные здесь, и мне нравится такая длинная нарезка. Но приходилось их резать для того, чтобы вышивать нормально, потому что я, конечно, опасалась, вдруг мне их не хватит. Перетирались не все нитки, надо сказать, но частично, да, были некоторые цвета, которые перетирались просто постоянно. Вообще ниток осталось много. Вот вы видите, я пользовалась оригинальными органайзерами, которые были в наборе. Я нитки никуда не перевешивала. Здесь 40 цветов, и, в принципе, меня такие органайзеры более-менее устраивают. Хотя мне не очень нравится, что вот в одном отверстии, да, находятся два цвета ниток в разные стороны. Но, тем не менее, я решила оставить как есть, и пользовалась, вот, собственно, этими органайзерами. Они пережили, в общем-то, два года работы, и не порвались. Хотя, вроде бы, картон не такой вот тут плотный, но, тем не менее, все в этом смысле хорошо. Ниток, как вы видите, тоже запас остался. У меня тут все было заплетено в косички, чтобы они поменьше трепались. Но, конечно же, сейчас они выглядят такие страшненькие, да, лохматые. Но видно, что ниток осталось достаточно приличное количество, и, в общем-то, переживаний по поводу того, что мне может их не хватить, у меня не было под конец. Да, ну, поначалу я все-таки переживала, и меня беспокоило то, что нитки перетираются. Так что, вот, ниток, запас хороший, но качество ниток не очень, не очень. И по поводу схемы я хотела сказать. Я делала копию схемы, потому что, как вы знаете, я схемы закрашиваю, и мне так удобнее. А бэкстич я вышиваю по оригиналу. И вот, собственно, оригинал схемы. Учитывая то, что я по ней вышивала только бэкстич, вот здесь, сейчас покажу вам поближе, можно увидеть, что на сгибе краска стерлась, и значки немножечко уже начали страдать. Хотя я не использовала эту схему в полной мере, я вышивала по ней только бэкстич. Представляете, что бы было, если бы я эту огромную схему складывала по-разному, да, как мне было бы удобно, постоянно. То есть вот на сгибах она уже начала стираться, хотя я, в общем-то, пользовалась ей мало. Вот это только один лист схемы, то есть схема здесь очень большая. И размер работы в крестиках здесь примерно где-то 290 на 215, по-моему, крестиков, что-то примерно такое. И размер работы в сантиметрах должен быть 45 на 34 сантиметра. У меня получилось чуть-чуть меньше, буквально на полсантиметра по ширине, по длине поменьше. Но я думаю, что после стирки немножко подсела ткань. В принципе, в багетной мастерской, скорее всего, когда будут натягивать работу, эти полсантиметра как раз вернутся. Поэтому работа по размеру соответствует заявленному. Так что вот такая работа у меня получилась. Это не самая моя большая работа, но одна из самых трудоемких, самых непростых. И несмотря на то, что результатом я, безусловно, довольна, как я говорила, но сшилась у меня эта работа вот именно ради результата. Иногда бывает, что вышиваешь и именно кайфуешь от процесса. Здесь у меня удовольствия от процесса, ну, можно сказать, не было совсем. То есть это была все-таки работа на результат. Поэтому хочу сказать тем, кто планирует вышивать эту работу. Да, мне пишут в комментариях, что очень нравится и хотят вышить, несмотря на то, что какие-то негативные вещи я говорю об этом наборе. Я вас понимаю, потому что действительно я тоже на эту картинку, в общем-то, купилась, да, и мне захотелось вышить непременно. Но имейте в виду, да, что могут быть проблемы с нитками, хотя, может быть, и не будут, да, потому что, возможно, это мне попались конкретно такие нитки. Но то, что будет нелегко, особенно вот в нижней части работы, это точно, это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь на то, что будет сложно. Если вдруг вам будет легче, то замечательно. Возможно, это просто у меня тоже так вот она шилась с трудом. Тоже бывает по-разному. Вторая часть работы была уже значительно проще, так как, ну, вторая часть работы у меня была именно верхняя часть, и там уже шло значительно легче. Все равно домики, небо, естественно, которое вышивается не таким большим количеством цветов, оно вышивается легче. Мне очень нравится вот эта часть, которая с фонариком, да и, в принципе, мне нравятся здесь и лошадки, и весь сам сюжет, и ощущение такого теплого, уютного вечера. Мне тоже очень нравится, такой после дождичка, так приятный. Эту работу я, скорее всего, оформлю, но не сразу. То есть в данный момент я оформлять ее не планирую. Пусть она у меня полежит, и когда придет время, когда будет у меня такое желание, тогда она и оформится. А сейчас, пока я хочу от нее отдохнуть, убрать и немножечко о ней забыть. Вот через какое-то время достану ее из рулончика моих готовых работ, и, наверное, восхищусь, обрадуюсь, что она у меня есть, тогда можно будет оформлять. По крайней мере, так у меня было с Планетариусом, от которого я тоже очень устала в процессе работы, но, тем не менее, через полгода мне очень захотелось его оформить, и сейчас я на него любуюсь с удовольствием. Надеюсь, что и здесь будет примерно так же. Ну что ж, вроде бы я рассказала все свои впечатления от этой вышивки. Если вас что-то еще интересует, если я вдруг что-то забыла упомянуть, обязательно задавайте вопросы в комментариях, пишите ваше мнение об этом наборе. Возможно, вы вышивали, возможно, у вас кто-то знакомый вышивал, какие у них впечатления. Мне очень интересно, потому что, может быть, только у меня эта работа шла так трудно, поэтому напишите мне обязательно. И вообще, что вы думаете о наборах от фирмы Алиса, как они шьются, легко или сложно, потому что я от фирмы Алиса давно ничего не вышивала. Вышивала я всего пару наборчиков, очень давно, и они были простые. Это были дочурка, и сынишка от фирмы Алиса. И не помню никаких негативных моментов, вышивались они у меня легко, очень легко. Вот здесь получилось совсем иначе. Поэтому напишите, какие у вас впечатления от этой фирмы и что вы думаете по поводу моей работы. Ну что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было интересно. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а на сегодня все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok